Здравствуйте! Тучи уголовных дел обращаются над Олегом Тони. Вы, наверное, спросите у меня, кто это такой, Олег Тони? Кто это? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать немножечко издалека. С компании РЖД. Компания РЖД это один из крупнейших мировых перевозчиков. В тройку входит выручка около 2 триллионов рублей. И вся эта махина, вся эта огромная махина требует обслуживания. А на обслуживание нужно что? Правильно, бюджет. А когда речь идет о государственной компании и о бюджете государственной компании, тут сразу наши бизнесмены деловые, самые деловые. Такие как братья Ротенберги, братья Ковальчуки. Тут как тут. Их именно связывают с освоением бюджетов таких компаний, как РЖД. Есть еще один там человек, очень загадочный, Олег Тони. Кто же такой Олег Тони? Это строитель. Всю жизнь был строителем, учился на строителя. Каким-то образом он стал генеральным директором Балтийской строительной компании в Петербурге. Также генеральным директором был Балтийской компании строительной в Москве. А все мы знаем, откуда в Москву приходят самые лучшие управленческие кадры. Конечно же, из Питера. И в 2004 году Олег Тони становится начальником департамента капитального строительства ОАО РЖД. В 2005 году он уже член правления РЖД. В 2006 году назначен уже вице-президентом ОАО РЖД. А в 2017 году назначен заместителем генерального директора ОАО РЖД. Вот такой вот загадочный человек из Питера Олег Тони. А с 2010 по 2017 год Олег Тони был директором компании РЖД Строй. Из названия компании понятно, чем она занималась. Строительством. Строительством для РЖД. То есть в руках у Олега Тони были бюджеты на все строительство. Вокруг компании РЖД Строй и подрядчиками компании РЖД Строй связано множество скандалов. То обыски в дочерних компаниях в Питере. То одного из инженеров филиала РЖД Строй подозревают в оформлении фиктивных документов. Практически в подлоге и превышении должностных полномочий. Но у правоохранителей ни одного вопроса коллега Тони не было. Ну, как будто человек просто святой. Да, он директор. Да, в его руках бюджеты. Но он не знал. Там воровали. Ну, это же какие-то субподрядчики. Ну, кто их там разберет, этих субподрядчиков. Или там обыски провели. Но это же какие-то дочерние компании. Олег Тони здесь при чем. И тут, наверное, один из самых ярких таких примеров можно привести. Это строительство зоопарка в Перми. Компания РЖД Строй решила построить зоопарк. Дело-то отлично. И животные рады, и детишки рады. А уж родители-то как рады. И компания РЖД Строй тоже была рада. Нашла подрядчиков. Взяли бюджет. Тут что-то завысили. Тут что-то принизили. Тут что-то не так сделали. Тут где-то схалтурили. Опа. И деньги закончились. Ничего не построено. Почти ничего. А деньги закончились. Нужно переделать бюджет. И уже практически это вышло. Уже была назначена госэкспертиза новая. Которая должна была увеличить на 30% бюджет. А там можно и дальше строить. Если так можно сказать. Но настолько, наверное, было так все плохо построено. Настолько с этим ничего невозможно сделать было в дальнейшем. Что решили прекратить всякое сотрудничество. В общем, в 2019 году из-за нарушений госстройнадзора не принял ряд объектов зоопарка. Несколько демонтировали и построили заново. Вы можете сейчас их наблюдать. Летом 2020 года экспертиза установила, что 9 зданий находятся в аварийном состоянии. Потом с РЖД строем заключили мировое соглашение. Ну, как бы, ну не построили. Ну, деньги там где-то. Ну, первый раз, что ли, такое. Сейчас вроде нашли другого подрядчика. Надеюсь, что в конце концов зоопарк построен будет. И зверюшки будут рады. И дети будут рады. И родители уж как рады-то будут. И это очень показательно. Как РЖД строй может строить. И вот, на сегодняшний момент, очень проходное дело в отношении бывшего замминистра транспорта Владимира Токарева. Которого обвиняют в хищении 400 миллионов. А также еще замглавы Минстроя Юрия Рейльяна. Рейльяна, если я правильно называю это имя, неправильно, то извините. Которые с помощью компаний, которые принадлежали Рейльяну, спецтранстрой, еще дочерние компании, которые были подрядчиками РЖД строя. Вот как-то так тоже у них вышло. Пропали деньги. Сейчас идет уголовное дело. Оно уже заканчивается. И вот это уголовное дело может отразиться на Олеге Тоне. Олег Тоне может лишиться своей такой неприкасаемости, своего такого везения, своей заговоренности от правоохранительных структур. От вопросов от правоохранительных структур. Все хорошо до какого-то, до сегодняшнего момента у Олега Тони было. И все это может измениться в один непрекрасный момент. Вопросы, которые накопились у правоохранительных структур, могут наконец-то быть заданы Олегу Тоне. В России, в российских элитах сейчас идет большой пересмотр ценностей. Буквально ценностей. Тем ли власть доверила управление активами. Как так выходит, что большая часть этих активов оказывается в Европе и возвращаться не хочет. И до сих пор продолжает туда каким-то образом перекачиваться. И возможно, что на те вопросы, которые накопились у правоохранительных органов к Олегу Тоне, придется таки все-таки ответить. А уж какой результат будет этих ответов? Ну это, как говорится, время покажет. Мы, конечно же, в ближайшее время еще расскажем продолжение. Продолжение истории о загадочном человеке Олеге Тоне, управленце из Петербурга. До свидания. Продолжение следует...